Я сейчас попытаюсь подключить Алексея Журавка, депутата Верховной Рады Украины 5-6 созыва, а он уже с нами на связи. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Так, я прям быстренько озвучу, что там по обновлениям. Напомню, страна UA ведет онлайн репортаж о происходящем на Украине. Думаю, когда про нас-то вспомнят, что ж молчат-то. Вот, 19.31, 4 минуты назад руководитель Центрального штаба Национального корпуса Максим Жорин со сцены заявил, что готов снести власть, если та пойдет на прямые переговоры с Путиным. Хочется определиться. Ребят, вы знаете, в повествовании, я сейчас обращаюсь к упоротам на Украине, в повествовании амбивалентность это всегда плохо. Ты, если что-то хочешь сказать, ты будь хотя бы, ну, скажем так, моно... Последовать. Нет, там суть такая, это в драматургии, в основах описания сцены, один спич, одна мысль. Вот в репортаже, я как бывший репортер знаю, что один абзац, одна мысль. Там даже есть принцип, Соколов Митрич его описывал, абзац не должен знать, что было в предыдущем, не должен знать, что будет в следующем, и не должен помнить, что было в предыдущем. Так у них много мыслей, они то ли против Зеленского вышли, то ли они уже теперь против России. 19.26, на акцию пришли ветераны Евромайдана, Татьяна Черновол и Андрей Динзя. Вот, ну, дальше я уже озвучил. Алексей, вы как оцениваете происходящее, вот то, что началось 40 минут назад, похоже ли это на то, что было в ноябре, опять же таки, 13-го года, я не говорю о кульминационных неделях и месяцах 14-го года, январь-февраль, я говорю о начале, ноябре 13-го года. Похоже ли на события 8-летней давности, и какие ваши предположения, во что этот Майдан может вылиться? Ну, давайте будем говорить так, побесятся и перестанут. Во-первых, не похоже абсолютно, видно, что эта вся ситуация направлена. Такое ощущение, как будто лошади надели шор, вот, и ее осознанно, потихоньку, потихоньку ведут к каким-то трагическим событиям. Ну, назовем так, продолжение войны на Донбассе, потом, значит, какие-то террористические действия в сторону Крыма, либо же какие-то провокации, потому что вдруг риторика очень быстро поменялась. Я еще после пресс-конференции сказал, что это все фейк, надумано. Ну, во-первых, Зеленский, он показал и посчитал нужным, что таким образом он себе рейтинг поднимет, таким заявлением, что будет государственный переворот. Во-вторых, он показал четко, популярно, что я иду типа на опережение. Вот, смотрите, какой умный я имею информацию. Ну, и то, как развивается все вокруг этого всего события. Но я хочу вам сказать такое ощущение, как будто, ну, кто-то свне курирует этим всем. Ну, и давайте посмотрим первое заявление националистов и сегодняшнее националистов заявление. Сразу отшибают вопрос о том, что Зеленский не должен говорить с Путиным, то есть закрывает этот вопрос, что Украина должна быть настроена на враждебное отношение к России, ну и все прочее, прочее. Поэтому, как бы, я не вижу каких-то там потрясений больших. И, во-первых, сравнивать даже нельзя. Ну, разве что, если вдруг так произойдет, если кто-то вмешается, какую-то провокацию сделает на этом Майдане, который сегодня собирается. И, ну, я почему-то уверен, оно очень быстро закончится. Ну, все-таки я не вижу там европейского телевидения. Я не вижу на этом Майдане депутатов каких-то сеймов. Там я не вижу... Так и там же, вот опять же мы все забыли. А, у меня же память в этом смысле, какую репортеру острая. Так и там в ноябре 2013 года все не сразу началось. Не было, вот Сергей подсказывает, не было ничего. Коллеги, давайте будем максимально степ-бай-степ прагматичны. Ну, прям вот не было ничего. Там как будто кто-то у телевизоров ждал, когда полыхнет. Вот сразу комментарий, вопрос, Алексей, вам его адресую. Может быть, что это все-таки Майдаун, попытка отвлечь внимание от будущего холода и веренных отключений? Нужно найти крайнего. Крайним будет или Ренат, или Зеляк. Как я понял вопрос? Может быть, сама власть в лице Зеленского испродюсировала эту всю историю? Давайте будем так говорить. То, что я увидел, как он выступал в парламенте, и что он говорил там, по большому счету понятно, что ему дали шанс. Мы наблюдаем подвод техники к Донбассу, увеличение обстрелов каждый день, уничтожение инфраструктуры. Наблюдаем? Наблюдаем. Следующее. Есть проблема на сегодняшний день на Украине. Это с энергетикой, с хозяйством, с коммунальным и все остальное. В итоге надо куда-то пар спустить. Теперь. У нас есть напряжение между националистами. Я не напрасно вам сказал, что Майдан... Простите, на две секунды прерываю просто онлайн. Турчинов прямо сейчас выступает. Так что я думаю, через пару минут получим какое-то заявление. Продолжайте, простите. Это, как говорится, поддавливает его Зеленского на определенные действия. То, что Майдан будут потихоньку раскачивать все больше и больше, для того, чтобы было, ну, будем говорить, куда-то пар спуска. Если Зеленский в ближайшее время не примет для себя решение, пойдет ли он на прямой конфликт с Донбассом, а потом с Россией, значит, его снесут. Все это не просто так начинается. Это уже вот я с Сергеем абсолютно согласен. Это не тот Майдан. Они уже первый раунд выиграли. Первый раунд выиграли. Они всю Украину настроили против России. Фактически. Много там голосовало. Меньше сегодня голосуют. Больше проценты. Меньше. Это никого не волнует. Стоит задача поднять ставки. Поднять ставки и наклонить уже Россию. Любыми путями. Вот и все. По поводу России. 19.41. Протестующие возмущены сегодняшним заявлением Зеленского о необходимости прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Цитата. «Мы не допустим капитуляции», заявляют организаторы протеста. Ну, давайте будем говорить так. Я лично знаю Рената Ахметова. Лично знаю. И не один раз встречался. И даже с его корпорациями работал. Я вам хочу сказать, он не прост, как это кажется. И я лично не поверил в то, что он вел какие-то переговоры непосредственно для каких-то сепаратических действий. И свержения Зеленского. Это раз. Может быть, какие-то люди вокруг него там что-то говорили. Но до конца я этому не поверил. Следующее. Мы помним, как Ренат Леонидович поступил с Донбасса. И если бы он встал на защиту, как олигарх по Донбассу, войны бы не было. Это я вам говорю. Против него никто бы не пошел. Потому что за Ренатом бы действительно люди пошли. Он действительно много сделал для Донбасса. Почему не встал? А потому что бабки все забурованы. Как и у Януковича. Давайте честно говорить. И активы, и акции, и кредитное осенование. И так далее, и так далее. Поэтому его, извините за выражение, держат за яйцо. Теперь я хочу вернуться непосредственно к войне. Я не знаю, почему там говорят, мелкая заварушка будет. Знают, что это геополитика. Но если оно рванет настолько на колено, то будет очень крупная войнушка. Да, она будет скоротечная, быстрая. Много смертей будет. Эта война 8 лет длится в Донбассе. А до Польши дойти нечего делать. И про российского настроения мы напрасно так думаем, что мало на Украине. Надо поддержать. Мы только начнем вставать с колен, когда мы вернем назад состав Украина, Беларусь, Россия. И вместе будем жить. А вот вам вторит, кстати, вам вторит Турчинов, только со своей колокольни он пустился в воспоминания о Евромайдане, когда, цитата, Украина могла войти в Российскую империю. Говорит, что в Украину снова возвращаются времена Януковича. Но нельзя позволять превратить Украину в губернию России. По этому поводу Турчинов осудил желание Зеленского вести премьер-переговоры с Путиным, прорычал на весь Майдан. Гоньба. Понимаете, Турчинов это продажный коллаборант. А история, как правило, показывает, что мы в свою сферу и в свое дружеское рано или поздно сообщество мы вернемся. Есть пословица мудрая. Беды нас разъединили, горе нас соединили. Это, в сущности, славянскому народу. А тем более Турчинова я лично знаю. Это кровавый пастор. Да, и именно он начал бить Донбасс. Конечно, он приведет сейчас своими руками вторую трагедию Украины, оставшейся, которая развалится до конца. Но если они до этого доведут, я с полной ответственностью говорю, Одесса, Запорожье, Мелитополь, Хиев, Мариуполь, Харкел, Полтава и многие другие областя, вплоть до Западной Украины, уйдут сами в состав России. Это я вам говорю. И то, что они там рассказывают, это один вопрос. А то, что Америка сегодня ведет к напряжению прямому и конфликту с Россией, дабы ее, чтобы обвинить, замучать ее санкциями, закрыть полностью все на свете по Украину, то есть заборы поставить, как и по экономике, так и в хозяйстве и так далее. И чтоб Россия, если они ее силы не могут взять, она задыхалась от того, что она закрытая. Вот это и есть тихо, медленная, мучительная смерть. Вот чего Америка желает. А то, что Америка хочет назад вернуться, как гегемон, как раньше было, она хочет это сделать. И я согласен, Сергей, этот вариант не исключается. И к этому мы идем. Проблема одна. И давайте друг другу прямо говорить. Чем больше мы разрешаем вот таким ушлепкам, извините за выражение, наглеть, оскорблять, унижать, глумиться над своими жражданами. Ну как один там бывший отставной назвал нас нацией трусов, подонок. Тем больше они на голову садят. Это не показатель. Но и давайте будем говорить так. Чем страшно в данный момент? Восемь лет поколение растет. Вы посмотрите, что с детьми происходит. Ведь они взращивают новое оружие. Самое страшное. Девочку шестилетнюю видели и мы получим совсем гораздо страшнее войну. Вы понимаете, что мы славянский народ. У нас единые корни. У нас единая победа на всех. В Великой Отечественной войне. И делают с русскоговорящих фашистов. Ну ладно, там власовцы, бандеров, которых не всех добили. А это представьте себе, даже если они умудрятся поменять с 20 миллионов, которые останутся на Украине, и сделают хотя бы 15 миллионов про бандеровских. Вы представьте себе, как будет тяжело жить Россия. Мы об этом не задумались? Мы не задумались над тем, что... Да задумываемся, каждый день задумываемся. Вот это факт. Вот о чем я хочу сказать. Поэтому хорошо, что мы разбираемся там в геополитике, кто куда нападет и все остальное. Нет, ребят, давайте защищать свои ценности. Давайте защищать своего русского человека, свою историю. Сколько может в той Украине Турчинов глумится над памятниками? Ведь это он привел нацизм. Сколько можно издеваться над русским флагом? Сжигать его, плевать. А не мои ли там корни в этом русском флаге? Да, я украинец, но мои там корни есть. Поэтому в данный момент, ребят, если мы сами за себя не постоим, нас хомячат, эти хомячки, и будем мы потом рассказывать про этих радужных голубых зайцев, как я называю. А ведь на самом деле это, это будем говорить, суперсовременное оружие. Вы посмотрите, что телевидение сделало с украинским народом. За короткое время, в 2014 году состоялось, два месяца повещало телевидение, и Турчинова объявляет войну. И все, и народ пошел. Я не думаю, что в Турчиново пойдут люди убивать. Убивать. Алексей, кстати, про Турчинова. Вот он заявил, что не знает, что делать с этой властью, мол, пришло время создать координационный штаб объединенной оппозиции, который поведет украинцев на штурм этой позорной власти. Правда, подчеркнул, что будет действовать законно. Также Турчинов призвал к досрочным выборам Верховной Рады. Это, судя по всему, будет главным требованием этого митинга, добавляет страна Юэй. Люди кричат «Зе, лю, еть!» И, смотрите, он начал выступать 20 минут назад, а до сих пор выступает. Судя по всему, какая-то программная речь, либо просто мужика с коньяка понесло. Нам надо финалиться, потому что бесконечно все это дело может... Да, подытожим. Давайте, финальное слово вам, Алексей, и финальное слово Сергею. Пожалуйста. Давайте будем так говорить. Есть сценарий определенный. Даже если он коньяка где-то бахнул, ему прописали. Ну, первый отвод – это парламентские досрочные выборы. Вторая позиция – это, типа, зелью еть, как говорится. Но это прокапит. Ну и тут же говорят, что законным методом, то есть, если будет государственный переворот, то он чуть позже, когда дадут американцы команду. А сейчас мы все, вот я так понимаю, медленно, уверенно, крысу загоняем в угол. Она должна подписать указ и распоряжение на то, чтобы по Донбассу начали гадить и посмотреть, как Россия ответит на это все. Второе. Мы должны все сделать, чтобы Зеленский последние мосты закрыл по поводу Москвы, Кремля и даже не думал в ту сторону смотреть. Вот и все. Поэтому все идет правильно, я считаю. Ну, как бы, если американцы так думают. А так это идет к большой беде. И последнее хочу сказать, что рано или поздно, даже если не сейчас, гахнет оно, оно чуть позже рванет. И зерна войны вокруг разбросаны. Мы видим по Европе. Я давно еще написал и сказал, что коалиция европейского Гитлера 21 века уже определилась. Уже не все определились, кто враг. Все. Да. Смотрите, во-первых, Маргарита ДНР, которую я цитировал, подписалась на вас. Она теперь ваша подписчица, Алексей. Вот вам Юлия Федотова аплодирует. Я в телеграм-канале нахожусь. Да, да. И пишет, что Николай, большое спасибо вам и вашей команде за очень интересный эфир. Спасибо вам, Юлия, что реагируете. Редактор субтитров Корректор А.